Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет быть хорошим программистом и хорошо разбираться в программировании. А сегодня я запускаю новую рубрику, которую я назвал «Программисты заблуждаются», и в ней я хочу обсуждать комментарии, которые считаю потенциально популярными и которые несут в себе какое-то заблуждение. Сегодня я буду разговаривать про видео про сборку из исходников, там довольно много интересных комментариев, и вот один мне показался очень таким показательным и выражающим точку зрения многих людей. Ну и, конечно, он мне показался неверным. Вы видите комментарий этот на экране, не буду его поэтому зачитывать, но коротко, тезисно. Значит, первое, автор Никита считает мой совет вредным, второе, он считает, что у меня небольшой опыт в этой теме, третье, то, что сборка в обход пакетного менеджера – это верный путь к превращению системы в неуправляемую свалку, четвертое, я поговорил про проблемы, которые возникают в связи с этим, и закончил мыслью, что нужно все запускать из исходников. Если все нужно запускать из исходников, то Linux from Scratch, пожалуйста, в тему. Окей, вообще, тема моего опыта постоянно всплывает, потому что старые подписчики знают, я уже много раз за это пояснял, но новые не очень, не очень в теме, поэтому что здесь я хочу сказать. Первое, подробно я рассказывал про свой опыт в архитектурных стримах, которые только для патронов, и которые до конца этого года все доступны в записи. Там 7 стримов я отснял, чуть более часа каждый, и вот за подписку, по-моему, в 5 долларов, вы можете все 7 стримов посмотреть, там про архитектуру, про мое видение всех этих вопросов, про мой опыт. И вот первый самый стрим, первый минут 15, это мой опыт. Что касается вот конкретно этого наката, то относительно сборки из исходников, то я всю свою сознательную жизнь, а это более 20 лет разработки, занимаюсь, в том числе параллельно и сборкой из исходников. Ну, например, недавно я для себя ради интереса на Макосе собирал Diablo 1 из исходников. Есть декомпилированная версия, в интернете ее можно найти, собрать. Вот, что касается профессиональной деятельности, то более 10 лет я работал в финтех области, как вы понимаете, это повышенные требования к безопасности, там я работал и простым инженером, и потом в конце уже архитектором, сам разрабатывал системы. Поэтому у нас было требование, это самостоятельные сегменты сетей, которые изолированы от внешнего мира, там мы, естественно, проектируя систему, должны были учитывать и локальные централизованные репозитории для обновления всех пакетов систем. Поэтому, как работают пакетные менеджеры, как локальные репозитории работают, как их обновлять, там процедуры их обновления, все это я очень хорошо на своей шкуре прочувствовал. Мы делали также и свои сборки пакетов, которые разрабатывали в разное время по договорной работе. В частности, в 2014 году мы делали на основе Zabbix свою версию для импортозамещения. Там был такой риск, что продукты HP, например, будут запрещены, и весь ресурсный и сервисный мониторинг, который делает enterprise уровня, который делают эти компании, будет недоступен. И была такая интересная идея сделать на базе Zabbix, дополнить его всем необходимым, то есть сервис с ориентированным мониторингом, ресурсными моделями, KPI, ну и в общем сделать из него такую достаточно мощную систему для ресурсного мониторинга и enterprise уровня. Вот мы делали свою сборку на основе официального репозитория, в которую, собственно, добавляли то, что нам надо. Разрабатывали вещи, которые расширяли возможность Zabbix. Вот, поэтому как собирать из исходников, как все это потом пакетировать, как это все потом доставлять, я прекрасно понимаю. Что касается комментария Никиты. Здесь есть одно важное заблуждение. Сразу хочется сказать. Общий жизненный цикл создания программного обеспечения включает в себя 4 основных стадии. Первая это разработка, вторая это сборка, третья доставка и четвертое развертывание. Так вот, я говорил про вторую стадию. Никит этого, видимо, не понял или не захотел понять. Он начал говорить про четвертую стадию, про стадию развертывания. И здесь надо понимать, что, скорее всего, он имел в виду ситуацию, которая была лет 15 назад актуальна, когда сборка софта заканчивалась командой make install и sudo make install. И так уже, как я уже сказал, не практикуется лет 15, кроме ситуации, когда речь идет о автоматизированных сборках, которые собираются в отдельную директорию и потом могут распространяться в виде архива. То есть, содержат полностью все зависимости в одной директории. Очень редко практикуются, но тем не менее, возможны. Аналогом, наверное, является snap или snap, который сейчас очень активно продвигается в Unix среде, потому что есть большие проблемы вообще с пакетным подходом. Об этом чуть позже. Так вот, последним шагом сборки софта уже давно является не запуск make install, а запуск какого-либо пакетного билдера. Ну, например, check install. Не делается make install последним шагом, это считается не очень правильно. Все, кто так делает, делают это на свой страх и риск. Вот, это первое. Второй момент, он забывает про всякие встроенные системы, про кросс-компиляцию, когда мы компилируем в одном месте, потом заливаем скомпилированную, например, прошивку на устройство. И это вообще другой вопрос, и никакой пакетной установкой здесь и не пахнет. На самом деле, когда вы собираете проект из исходников, вы в наивысшей степени управляете зависимостями этого проекта. Именно в этой точке вы можете вообще полностью исключить какую-либо зависимость, и она нигде больше не всплывет. А пакетное управление, оно все-таки не обладает такой глубокой возможностью. Это тоже важно. Дальше, что касается, кто следит за обновлениями программы, кто пишет скрипты удаления программ, что если две разные программы используют одну и ту же динамическую библиотеку и так далее. Вот как раз здесь пакетная установка, она хоть и применяется на практике, но с ней довольно много проблем. И именно поэтому у нас уже давно контейнерное развертывание начинает становиться мейнстримом. То есть мы сейчас не развертываем, особенно серверный софт, практически, ну, наверное, 90% случаев через непосредственно развертывание пакетов. Идут контейнеры, которые собираются и развертываются достаточно оперативно, и это решает одну основную проблему всего пакетного управления, это транзакционный откат. То есть когда у нас не встало какое-то обновление, нам нужно восстановить полное стейт-системы до установки транзакций. Либо после того, как мы установили какие-то пакеты, у нас появился какой-то пользовательский стейт, и нам надо полностью откатиться, включая этот пользовательский стейт. То есть вот это все через виртуализацию и контейнеризацию решается там созданием снапшотов, созданием контейнеров или пересозданием контейнеров. А через пакетную установку здесь довольно много проблем. То есть гарантировать, что транзакционный откат выполнится корректно при пакетном подходе нельзя. Во всех критичных участках делается обязательно какой-то образ, который потом восстанавливается, потому что только так можно гарантировать точное и полное восстановление. Что касается NP трудных задач, то здесь то же самое. Так как у нас зависимость это граф и на график, понятно, у нас очень многие задачи являются NP трудными, то здесь точно так же. Если они NP трудные, то гарантировать, что у них есть эффективное решение нельзя, а приблизительное решение может не охватывать все необходимые случаи. Поэтому когда мы говорим о сложности управления, то пакетный подход не решает всех проблем. И он является в любом случае стадией развертывания, а не стадией сборки из исходников. Стадия сборки все равно выполняется. Вопрос кем, где и когда. Поэтому доверять команде разработчиков надо, но я предпочитаю контролировать весь процесс. Я предпочитаю уметь создавать сборки, в которых я контролирую зависимости и которые я позволяю себе делать так, как мне надо. С оптимизацией по производительности, с оптимизацией по размещению, например, автономная сборка. Если нужно, я потом сделаю себе бинарный пакет, установлю его в контейнер, либо на операционную систему. Это уже последующие стадии. Поэтому вот это заблуждение, что сборка из исходников и развертывание в операционной системе это одно и то же, это миф. Это не так. Это то, что как раз сегодня разработчики понимают неправильно. Поэтому, надеюсь, вы уловили мысль, поняли, что собирать из исходников полезно не потому, что мы заменяем тем самым пакетные менеджеры, а потому что тем самым мы расширяем свой кругозор и улучшаем свои навыки. Ну, это был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.